Здравствуйте, меня зовут Гульнас, я преподаватель онлайн-школы шитья Бесполкт. В этом уроке я покажу, как сшить платье из Альнас объемными рукавами. Для пошива такого платья нам потребуется основная ткань, это платье сшитое из Альнас. Для того, чтобы рассчитать расход ткани, вы можете просто замерить длину изделия от уровня плеч и добавить к этой величине длину рукава. Это примерный расход ткани при ширине 140-150 см до 48-50 размера. Если размер больше, то ткани потребуется примерно в полтора, максимум в два раза больше. Шить мы будем по выкройкам из журналов, но это не означает, что вы привязаны только к этой выкройке, из которой мы будем шить сегодня. Сегодня мы будем работать с выкройкой блузки под номером 116 январского выпуска 2018 года. Больше всего нас здесь интересует рукав, особенности этого рукава, как его собрать и как вточать в пройму. Пройма здесь также необычная, чуть позже мы увидим это. На самом деле этот рукав вы с легкостью можете смоделировать самостоятельно, без использования каких-либо дополнительных выкройок. Для стачивания срезов, то есть соединения деталей, вы можете воспользоваться одной армированной, либо полиэстеровой нитью в цвет. И если у вас есть оверлок, тремя полиэстеровыми нитями. Если оверлока нет, то можно воспользоваться строчкой зигзаг или обработать срезы иными способами, которые вы любите. К примеру, косой бейкой. Очень эстетичный и лаконичный способ обработки срезов. Ну и другие инструменты, которые вам необходимы, которые вы любите. Портновские ножницы, мелкие булавки и так далее. Для дублирования некоторых деталей, то есть для придания им плотности и сохранения формы, мы будем использовать дублерин, либо флизелин. Клеевой материал. Нам потребуется около 15 сантиметров клеевого материала. Итак, выгрыка под номером 115 находите свой размер, необходимые линии на правильном листе. На определенном листе. Все мы это уже делали. Мы шили ранее по выкрикам из журналов и детально изучали, как это делать. Большей частью в этом уроке я хочу вам показать, как присоединять такой необычный рукав к необычной пройме. Посмотрим на форму этого рукава. Окад рукава достаточно широкий. В целом, как и весь рукав. Но здесь он совершенно необычный. Мы имеем 4 складки в верхней области окада рукава, а также, помимо прочего, область, которую необходимо собрать на сборку. Не просто припосадить рукав к пройме, как мы делаем это обычно, а создать дополнительную сборку объем с помогательной строчкой. И после этого вточать рукав в пройму. Также пройма имеет необычную форму, как по спинке, так и по полочке. Единственное, что еще скажу, если вы снимаете выкройку с этого журнала, то обязательно сделайте все контрольные точки, отметки, которые есть по пройме, а также по окаду рукава. Раскроили деталь спинки и полочки. Спинка в этом платье состоит у меня из двух деталей. У вас может состоять из одной цельной, но в этом нет ничего страшного. Теперь нам необходимо сложить полочку и спинку вместе лицом к лицу и соединить плечевые срезы с одной стороны и с другой, а также боковые срезы с одной стороны и с другой до самого низа изделия. Ну и разумеется, если спинка также состоит из двух частей, соединить задние и средние срезы. Соединили заднюю и переднюю половинку изделия по плечевым и боковым срезам и срезы отметали. Ну а теперь можем обработать срез горловины, а затем перейти к обработке рукавов. Можно наоборот, в классической технологии сначала обрабатывается срез горловины. Для обработки среза горловины мы воспользуемся обтачкой, то есть отрезком ткани, который полностью повторяет срезы горловины, плечевые срезы, полочки и спинки, но имеет ширину примерно 5-7 сантиметров в среднем. Мы с вами уже говорили о том, как краить обтачки, поэтому не будем повторять то же самое. Просто напомню, что каждую из деталей необходимо с изнаночной стороны продублировать флизелином, либо дублерином. И затем сложить обе половинки вместе, соединить по плечевым срезам и дать строчку по плечевым срезам на 1 сантиметр от края. Разумеется, если вы оставляли по 1 сантиметру на швы. Далее эти срезы можно разутюжить, то есть направить в разные стороны. И внешний округлый срез обтачки в круговую можно обметать, а внутренний срез горловины обметывать не нужно. Итак, детали обтачки готовы. Плечевые швы прострочили и разутюжили в разные стороны. Внешний округлый срез обтачки обметали. Теперь нам необходимо обтачку присоединить к срезу горловины лицом к лицу. Переднюю половинку обтачки прикладываем к передней половинке изделия и заднюю половинку, соответственно, к задней, к спинке. Нам необходимо обязательно соединить плечевые швы по основному изделию и по обтачке. Можем начать с них. Присоединяем один плечевой шов, закрепляем булавкой, затем второй. Просто вкладываем обтачку в срез горловины. Присоединили по двум плечевым швам и теперь распределяем срезы и прикрепляем их друг к другу вдоль всего округлого среза горловины. Срезы горловины косые и поэтому они легко могут растянуться, но продублированная деталь обтачки предотвратит эти растяжения. Итак, прикрепили обтачку по всему срезу горловины и теперь нам необходимо дать строчку в зависимости от того, сколько вы оставляли. Но в целом по срезу горловины советую оставлять не больше 5-7 мм, поскольку это впоследствии может дать излишнюю толщину, а также дефекты посадки от среза горловины, перетяжки и волны. Поэтому по срезу горловины, как правило, при пуске на швы всегда минимальные 5-7 мм. Пристрочили обтачку в круговую на 5-7 мм, либо на 1 см, в зависимости от того, сколько вы оставляли. И теперь, прежде чем выворачивать обтачку на изнаночную сторону, для того, чтобы она хорошо вывернулась и не было каких-либо перетяжек, нам необходимо сделать надрезы в самых округлых участках горловины. К примеру, по срезу горловины полочки делаем надрез, не доходя на 1-2 мм до строчки по срезу горловины. И так с интервалом 2-3 см. Можно не делать надрезы по центральной части горловины по спинке, поскольку срез, как видите, практически прямой. Также необходимо будет сделать небольшие надрезы в приближении к плечевым швам. Сделали надрезы вдоль всего среза горловины. И теперь развернем обтачку. И все срезы по горловине отогнем, направим в сторону обтачки. Далее по лицевой стороне обтачки дадим строчку на 1-2 мм от шва. Таким образом мы все срезы прикрепим к детали обтачки по всему кругу. Приточали обтачку вдоль всего среза горловины. И нам необходимо ее хорошенько поутюжить, для того, чтобы она не выворачивалась и была красиво заправлена вовнутрь, наизнанку. Но для того, чтобы она точно не выворачивалась, мы можем плечевые швы подцепить друг к другу. Подшить вручную плечевой шов по обтачке к плечевому шву по изделию. Но это можно сделать после, в самом конце. Скроили рукава и теперь возьмем один из них, перевернем изнанкой наверх и сформируем складки и сборку по верхней части оката рукава. Проследите за тем, чтобы все контрольные отметки обозначения были отмечены на рукаве. Помимо припусков на швы, это 4 складки. И обязательно отмечаем не только и границы, но и направление складки. То есть это означает, в какую сторону мы будем их отгибать. Складки посередине смотрят в сторону центра рукава, а крайние складки смотрят в боковую сторону, к локтевым срезам. Также у нас есть контрольное обозначение. На выкройках это были две звездочки. Справа и левая части оката рукава. Здесь я их обозначила просто точками. Это та область, которую нам необходимо будет сформировать на сборку. То есть здесь мы сформировываем складки, а оставшийся отрезок от точки до точки дополнительно к этому соберем на сборку. Поэтому все контрольные обозначения очень важны. Также по передней половинке рукава на выкройке есть отметка. Ее тоже необходимо обозначить на рукаве, для того, чтобы не запутаться в процессе присоединения рукава к пройме. То есть втачивание рукава. А теперь прежде чем собирать рукав по локтевым срезам, мы сформируем склад. Начнем с центральных складок. Нам необходимо соединить две отметки, две поперечные отметки, обозначающие границы складок. Соединяем их. Можете также сделать небольшие надсечки по окату рукава, но не больше, чем на 2-3 миллиметра. Складываем две отметки границы складки. И можем закрепить прямо по этой линии булавкой, то есть вдоль линии, повторяя ее. Проверьте, чтобы эта линия также повторялась и на второй стороне. И теперь отогнем эту складку от центра. Перейдем к соседней крайней складке. Также соединим контрольные отметки границ складки. Либо если вы делали надсечки по окату рукава, то соединяем надсечки. Проверяем, чтобы с обеих сторон отметки совпали. И теперь вторую складку накладываем поверх первой. Следите за тем, чтобы срезы по окату рукава также совпадали. Это очень важно. И закрепляем складки. Вот и все. Две складки сформированы. И объем уже создается. Теперь переходим ко второй паре. Формируем складку посередине. И затем крайнюю складку. Соединили. Центральную складку направляем налево. То есть в сторону крайней складки. И крайнюю складку направляем в сторону середины рукава. Следим за тем, чтобы срезы по окату совпадали. Образовывали единую линию. И закрепляем складки. Таким образом мы сформировали все складки по окату рукава. И теперь нам остается только припосадить область от одной контрольной точки до другой. По пройме передней половинки и задней половинки изделия вы должны были оставить контрольные отметки. Это две отметки, в пределах которой будет находиться окат рукава, собранный на мелкую мягкую сборку. Нам необходимо замерить длину этого отрезка. Не считая припусков на швы от одной контрольной точки до другой. И мы получаем, к примеру, 12 сантиметров. Замерили длину отрезка по пройме. И теперь аналогично замерим длину от одной контрольной отметки до другой. К примеру, здесь 23 сантиметра. Итак, длина отрезка по пройме от одной контрольной отметки до другой равняется 12 сантиметров. Здесь это 23 сантиметра. Таким образом, этот участок, этот отрезок нам необходимо сократить на 11 сантиметров. Для этого сейчас мы проложим вспомогательную строчку от одной отметки до другой. Как сделать вспомогательную строчку? Как правило, мы строчим на режиме стежка длиной в 3 миллиметра. 2,5-3,5-3,5, кто как любит. Нам необходимо переключить этот режим длины стежка до максимума, который позволяет машинка. 4-5 миллиметров. То есть достаточно широкий стежок. И этим стежком необходимо проложить строчку вдоль линии шва по окату рукава от одной отметки до другой. И вначале вы можете сделать закрепку, а в конце делать закрепку не нужно. Оставим только хвостики, не отрезая. Также советую при прокладывании вспомогательной строчки лицевую сторону ткани повернуть наверх и прокладывать строчку по лицевой стороне, для того, чтобы впоследствии не запутаться, за какую нитку тянуть для формирования сборки. Проложили вспомогательную строчку от одной отметки до другой. И теперь, если вы строчили так, чтобы лицевая сторона рукава смотрела наверх, то нам необходимо взять за нитку с изнаночной стороны, аккуратно ее отделить и затянуть. Но ни в коем случае не затягивать нитку с лицевой стороны ткани, поскольку иначе мы получим узелок. Теперь нам необходимо этот отрезок длиной в 23 сантиметра сократить до длины 12 сантиметров. Просто затягиваем изнаночную нить, и у нас образуется сборка. Периодически замеряем, чтобы не перетянуть лишнего. И вот я затянула до 12 сантиметров, то есть расстояние от одной контрольной отметки до второй, 12 сантиметров. И теперь беру изнаночную нить и лицевую нить. И завязываю их узелок, для того, чтобы сборка не распалась. Завязали. И теперь эту сборку в пределах отрезка нам необходимо равномерно распределить, для того, чтобы она была везде в одинаковой степени. Снова проверим длину отрезка. Если все в порядке, оставим окат рукава в таком состоянии и полностью заготовим остальную часть рукава. Если вы планируете манжеты по низу рукава, это означает, что вам необходимо будет по низу рукава оставить разрез. Как правило, этот разрез оставляют по задней половинке рукава, отступая примерно от локтевого шва 5-7 сантиметров. В массовом пошиве этот разрез располагается в продолжении локтевого шва. То есть локтевой шов немного не дострачивается, и благодаря этому появляется разрез. Но по технологии, если делать все правильно, то лучше всего обрабатывать разрез не в продолжении локтевого шва, а по задней части рукава. Но такой способ тоже допустим. Он чаще всего встречается в массовом пошиве. Он очень быстрый и простой, и поэтому его используют. Итак, если вы хотите оформить разрез более простым способом, то вам необходимо прежде всего обметать каждый из локтевых срезов отдельно. Поскольку впоследствии срезы будут в разутюжку, то есть раскрываться. Далее соединяем два локтевых среза, закрепляем булавками практически вдоль всего локтевого среза, но до уровня низа рукава не доходим примерно на 5-6 сантиметров. Далее нам необходимо дать строчку от начала до контрольной отметки с отступом от низа рукава на 5 сантиметров, и снова сделать закрепку. Пристрочили, и у нас остался небольшой разрез. Его можно закрепить, раскрыв срезы в разные стороны, и дав на 1-2 мм от сгиба от края строчку по всему разрезу, для того чтобы закрепить срезы, и они не вворачиваются на лицевую сторону. Далее по низу рукава нам необходимо будет также сформировать сборку, как и по окату рукава, но без дополнительных складок. Для этого мы снова дадим вспомогательную строчку вдоль всего нижнего среза рукава, и также желательно лицевую сторону рукава держать сверху, для того чтобы не запутаться. После того как вы дадите вспомогательную строчку, снова возьмем изнаночную нить, отделим ее от лицевой нити, и затянем ее до необходимой степени. Длина низа рукава в готовом виде, то есть со сборкой, должна иметь длину манжеты. Ее также можно скроить по журналу, если вы шьете по выкройке из этого журнала. Там указаны размеры, но в целом ее можно рассчитать и по своему запястью. Это мы также делали неоднократно. Все эти видео можно посмотреть на YouTube-канале HappyNaz, ссылки на видео я оставлю внизу. Итак, деталь манжеты. Это прямоугольник, его необходимо также продублировать флизелином, либо дублерином. Желательно флизелином, поскольку он не сделает отличительную плотность, толщину детали, по сравнению с основным изделием. Есть несколько мнений о том, как дублировать манжету. Кто-то дублирует лишь половину, я, например, дублирую полностью, но выбираю для этого не очень толстые клеевые материалы. Итак, манжету продублировали, затем складываем ее пополам и хорошенько заутюживаем. Нам необходимо затянуть низ рукава на сборку длиной равной длине манжеты без учета припусков на швы, то есть, к примеру, по сантиметру на швы. Если длина манжеты равна 25 сантиметров без припусков на швы, то и длина сборки от одного края разреза до другого должна равняться 25 сантиметрам. Затянули сборку необходимой длины, пока она не отрегулирована, то есть неравномерна. Возьмем два кончика нитки, лицевую и изнаночную нити, и завяжем узелок для того, чтобы сборка не распадалась. Ну а теперь распределим сборку по всему срезу низа рукава для того, чтобы она была равномерной. И к изнаночной стороне рукава мы приложим лицевую сторону манжеты, любую из сторон, поскольку они одинаковые, и соединим нижние срезы. Но боковой срез манжеты выведем на 1 сантиметр за пределы разреза. Приложим низ рукава, закрепим булавкой, и теперь приложим вторую сторону манжеты, также к другой стороне разреза. Аналогично выводим 1 сантиметр короткого среза манжеты за рамки разреза, поскольку нам еще необходимо боковые срезы манжеты обработать. Ну а теперь присоединяем низ рукава по всей длине манжеты только к одному срезу. Второй срез пока остается свободным. И теперь нам необходимо дать строчку на 1 сантиметр от нижних срезов рукава вдоль всего низа рукава. Пристрочили один длинный срез манжеты к низу рукава. И теперь, прежде чем закрывать второй длинный срез, нам необходимо обработать короткие концы манжеты. Сложим манжету пополам, так чтобы лицевая сторона осталась внутри. Далее, срезы притачивания манжеты, то есть срезы низа рукава, направим в сторону манжеты. Таким образом, один из длинных срезов манжеты сгибается на 1 сантиметр. Теперь второй длинный срез мы также отогнем на 1 сантиметр в сторону сгиба манжеты. С обеих сторон одинаково. И прикрепим в таком состоянии две стороны манжеты друг к другу. Далее нам необходимо дать строчку на 1 сантиметр от короткого среза манжеты. Иными словами, в продолжение разреза. Ни в коем случае не дальше, чем разрез, и не глубже, чем уровень разреза. Прямо в продолжение. То же самое повторить и со второй стороной. Пристрочили боковые срезы короткие концы манжеты. И теперь манжету выворачиваем на лицевую сторону. При обходимости рукав тоже можно вывернуть на лицевую сторону. Возможно, так будет удобнее. И теперь нам необходимо подогнуть открытый срез манжеты на 1 сантиметр вовнутрь. Направить все срезы по низу рукава вниз. Накрыть манжеты, перекрыв ранее проложенную строчку на 1 миллиметр. Закрепить булавками. И продолжить прикреплять открытый срез манжеты вдоль всего низа изделия. Затем по верхнему краю манжеты необходимо будет дать строчку на 1-2 миллиметра. От начала до конца. Итак, строчку на 1 миллиметр проложили. Таким образом мы обработали разрез и манжету. Впоследствии вы можете пришить по манжете либо кнопки, либо обработать петли и пришить пуговицы. Итак, заготовили рукав. По окату рукава на передней половинке вы должны были оставить отметку, обозначающую переднюю половинку рукава. Теперь переднюю половинку рукава нам необходимо присоединить к передней половинке изделия. Лицом к лицу. Таким образом это левый рукав. Сначала соединяем боковой шов с локтевым швом. А затем находим контрольные точки. У нас есть контрольная отметка начала сборки по полочке, по пройме передней половинки. Мы прикладываем начало сборки к ней. Закрепляем булавкой. Затем у нас есть контрольная отметка начала сборки по спинке, по пройме спинки. Мы прикладываем также начало сборки к ней. Закрепляем булавкой. Ну и теперь можем прикрепить верхнюю часть оката рукава. То есть ту, что на сборке и складках к пройме в плечевой области, в области плечевого шва. Прикрепили рукав окат рукава в верхней его части. То есть тот отрезок, который на сборке. От одной контрольной отметки до другой по пройме. И теперь нам просто необходимо присоединить окат рукава к пройме в оставшихся отрезках. И со второй стороны. Прикрепили рукав в круговую и теперь нам необходимо дать строчку на 1 см от срезов и срезы обметать. Втачали рукава. И вот такими объемными они получились. И обратите особое внимание на линию проймы. Она необычная. Вам необходимо будет ее хорошенько поутюжить для того, чтобы не было никаких волн. И чтобы участок втачивания рукава в пройму был плоским и ровным. Без каких-либо лишних пузырьков и волн. Нам остается только пришить пуговицы, обработать петли, либо пришить кнопки. И в заключение обработать низ изделия. По низу изделия вы можете просто срезы обметать зигзагом либо оверлоком. А затем подогнуть наизнанку и дать строчку в круговую. А можно, к примеру, подогнуть по полсантиметра два раза. И затем по верхнему краю дать строчку. Если вам необходим пояс. В журнале он тоже предусмотрен. Вы можете скроить полоску. Ее также необходимо продублировать с изнаночной стороны. Для того, чтобы она держала свою форму. Не растягивалась в процессе носки. И затем просто складываем ее пополам. Так, чтобы лицевая сторона осталась внутри. Закрепляем булавками. И даем строчку на один сантиметр от края вдоль всего длинного среза. Концы, то есть короткие срезы, можем оставить непростроченными. Его необходимо вывернуть на лицевую сторону. У меня получился тонкий шнурок. Вы можете сделать пояс намного шире. Ну а кончики необходимо просто заправить на сантиметр вовнутрь. И подшить незаметными стежками. На этом пояс и в целом платья будут готовы.